Помыли машину, но на улице идёт дождь. Мы в пути были 16 минут, это за сегодня у нас уже второй заказ. Минская 6 на Аллиуево 12А с кэфом 190. Вот вам, салют. Ляпота. Ляпота. По мой району тоже будет такие заказы. Только что прочитал одну комментарий, вот я уже ответил. Время 5.05, мы уже возле Реми-Сити. За это время сколько мы зарабатывали. Пока, ребята. Ассаламу алейкум, друзья. Вы на канале Мирзялул Касимов. Я работаю в Сиритакси, город Владивосток. Сегодня у нас 12 июня, день России. Мы выходим на смену, на вечернюю смену. Время без 15, 7 часов вечера уже. Всё у нас готово. Помыли машину, но на улице идёт дождь. Ну ничего, самое главное, во внутренней машине чисто. Сейчас будем откатать только два тарифа. Комфорт и комфорт плюс. Дальше, ну где-то через полчаса, час. Посмотрим, как будет обстановка. По городу есть кэфы. Будем катать просто, может быть, гибкий или обычный комфорт-комфорт плюс. Дальше буду показывать, катаем мой район, по делам, по кнопке домой, ну и так далее. Вам хорошего просмотра, друзья. Нам хорошей кассы. Прежде чем начинать видео, друзья, нажимайте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я обязательно жду комментарий, сколько вы зарабатывали на эту семену, который смотрите мои видеоролики. Мы начинаем. Поехали, друзья. И сейчас у нас рекламная пауза. Мне даже пришлось нанять для этого репетитора. Репетитора, блять, рекламодателя, блять, оператора. Друзья, если вы в поисках надежного парка, то я вам рекомендую сертифицированный таксопарк Эксперт Парк. Я сам лично работаю в этом таксопарке и вам тоже рекомендую, чтобы работать, зарабатывать вместе с нами. А не подключать всех водителей из всех регионов. С Калининграда до города Владивостока. Всего лишь 50 рублей комиссия парка. Это самый хороший вариант для всех водителей, тех, кто работает в такси. А если вы хотите работать на доставке, заказывайте термокоруб. Термокоруб доставляется по всей России бесплатно. Четыре вида моменталок. Вы можете выводить свои деньги в любое время. За приведенного друга можете зарабатывать тысячу рублей. Они начали сотрудничать с парковых самозанятых. Они подключают самозанятых водителей. Эксперт Парк 2.0. Не забирает ни копейки, ни недельные бонусы, цели, лужи. Ничего не забирает. Всего лишь будете платить 50 рублей и работаете, зарабатываете. Собственный колл-центр 24 на 7. Они отвечают на все ваши вопросы. Они решают любую проблему, даже если вас заблокировали. Я всегда вам рекомендую самого хорошего, надежного, одной из самых крупнейших таксопарков во всей России. Эксперт Парк. Подключайтесь. Все данные будут в описании, на экране тоже. Звоните. Вам отвечает живой человек, а не какой-то там робот или бот. Как говорили, на улице идет дождь. 18.46. Выходим на Эксперт Парк. По кассе у нас 0. На балансе 52 рубля. У нас там тарифы только комфорт и комфорт плюс, только по безналу. Заметили, рейтинг упал на 4.92. У меня был рейтинг 4.97, 96. Ну и так далее. Да ничего. Приоритет у нас 12, скоро будет опять 13. Выходим на линию, ждем первого заказа. Если не будет, потихоньку передвигаемся. Ну, оказывается, в центре нету КЭФа. Тогда будем катать только комфорт и комфорт плюс. Будем подождать, как обычно. Если не будет заказа, подключаем эконома. И тариф гибкий. Вот такой заказ. Оказывается, я не отключил тариф гибкий. По тарифу гибкий, короче, принимаем. С Давидова на Кирова. Нормально. 1.6, 7 минут, 6 минут до подачи. Едем, чтобы подаваться. Первый заказ. Завершаем поездку. В пути были 16 минут. Это за сегодня у нас уже второй заказ. Мы на третий рабочий. Приехали на Краснознамени 160А. Кэфы горят. Знаете, что делаем. Будем ставить мой район. Центр не надо заехать. Тарифы подключаем эконома. Режим дохода будет эффективный. Когда ставим мой район, не обязательно. И заходим в мой район. 2 часа. Будем выбирать. Вот так, короче. Желательно в центр не будем заехать. Так будет, наверное, попроще. Вот так. 3 километра. 120 минут. Все. Поставили на 2 часа. Осталось 120 минут. Все. Мы уже на линии. Шилкинская 6 на Аллилуйя 12А. С кэфом 190 принимаем. По тарифу эконом. Едем, чтобы поддаваться нормально. Сколько до этого момента? 557 рублей зарабатывали. Давайте, друзья, я сейчас вам буду показывать. Сегодня День России. Салют во Владивостоке, в центре. Вот, вот, вот. Вот эта красота. Я просто сижу. Какие-то там звуки. Я говорю, что это такое? На 3 минуты раньше они начали салют. Как бы должны были начинать в 10 часов. Но они начали в 21.57. Ну, короче, вот так. Сейчас припаркую машину. Вот здесь. Вот там. Салют. Наверное, здесь смотрит салют, поэтому нету заказа. Пишина по-моему району. Уже 6 минут, нету заказа. Да, красота. Продолжение следует... А нам дают заказ откуда-куда. Со Светланска 27 на отлагая 10. Принимаем заказ. Едем, чтобы поддаваться. Пока что передвигаемся в сторону пассажира. Вот вам вот такой красота во Владивостоке. День России. И как раз заказ с центра, с остановки. Кто-то, наверное, устал посмотреть салюты и хочет уже домой. На отлагая 10. Смотрите, сколько людей на улице. Вот даже припарковали машину туристически. Припаркованы машины, патрули здесь рулят. Все в центре. Все отдыхают. Мы на остановке, где наш пассажир. Ждем пассажира. Прям в точку приехали, короче. Нажимаем на месте. Ждем пассажира. Куда мы едем? Мы едем на отлагая. По моему району тоже будут такие заказы. Нам такие заказы не надо. Четыре адреса. То есть три адреса. Будем пропустить. Она того и не стоит. Через 20 минут у нас заканчивается второй мой район по счету. Сегодня был День России. Те, кто работали днем, пацаны написали в чате, сказали, что днем вообще не было работы, заработки, не было кэфа. Но, конечно, сегодня как-то выходной. В основной заработки, наверное, будет ночью. Сейчас более-менее нормально. Но не как вчера. Потому что вчера был дождь. А сегодня хорошая погода уже. Днем был, когда я начал смену дождь. А потом уже был солнце, радуга. Второй у нас мой район закончился. Позади уже 5 часов. Мы начали в 7. Время уже 0.00. У нас как бы попросили сначала на Фуньвизино, а потом заехать на Уткинское. Завершаем поездку. Окей. Не знаю по сумме сколько будет. Давайте сейчас. 268 рублей. Все. За 2 часа. Сколько мы зарабатывали? За 2 часа у нас получилось 1742 рубля. Ну, примерно за час 850 рублей. Это уже другой парк. На эксперт парке. На эксперт парке у нас там 2282 рубля. Там был 350 рублей наличными. Вот помните, когда мы начали. У нас был 0. Сколько у нас общей получилось? Ну, примерно за 4 часа 3000 чем-то. Ну, почти 4000 рублей. Так и да, будет 2200, 1700. 3400. Да-да-да, 4000. Дальше продолжаем. На эксперт парке можно ставить мой район. Как бы уже время 0011. У меня уже 8 часов мой район на есть. Вот так. И все. Сохранить на 2 часа. Поехали. Кайфы горят. Кайфы горят. Надо работать. В пути были 8 минут. Завершаем поездку. 247 рублей. Время у нас уже 2 часа. Время уже 2 часа. Ну, 5 минут прошло уже. 7 часов уже позади у нас, друзья. Заканчиваем. Еще осталось по моему району 7 минут. Заканчиваем вот этот мой район. Это по счету за сегодня третий. Да, третий будет. И так. Да-да-да. Третий за сегодня по счету. 1 до 12.00 мы поставили. То есть 2. И дальше вот этот третий. Третий. И сразу делаем перерыв. Не знаю, там 15-20 минут или полчаса. Будем поесть. И дальше будем продолжать. Осталось там буквально 2 или 3 минуты. Нам дали вот такой заказ с Океанского проспекта, со Супры. Два адреса там. На Аллилуйя 6, потом на Жигура 26. Ну, после этой поездки точно будем поесть. 8 минут в пути были 293 рубля. Нормально. Знаете, что я хотел вам показывать? Если вы помните, мы начали свою смену на эксперт-парке. 2200-1500 здесь показывают, а на кассе 4. Как бы что-то не совпадает, да? Последние поездки он пока еще не рассчитал. Вот, смотрите. Заказ в обработке. Это тоже эконом. Заказ в обработке. Тоже так же. Вот это тоже так же. Пока что не можем рассчитать за это 7 часов, сколько мы зарабатывали. Передвигаемся в сторону переречки. Там будем поесть. И дальше будем выходить. Наверное, перерыв будет полчаса. По плану сегодня я хочу откатать прям 19 часов. Имею ввиду, там, с ужином, с обедом, с завтраком. Вот так с 7 до 7, короче. Время без 10 уже 3 часа. Мы приключились на второй таксопарк. Если помните, мы здесь уже откатали мой район до 19.00. Почти 9000 рублей на кассе у нас. Выходим на этом таксопарке. Мой район на 2 часа. Можно откатать без проблем. Ставим мой район на 2 часа. Четко сохранить. 2 часа. Все, поехали. 2.52 по времени. Все четко, все готово. Продолжаем. Только что прочитал одну комментарию. Вот я уже ответил. Там написано, что говорят, что ты показываешь, как будто все гладко, все хорошо в такси. И у тебя хорошие заработки. Смотрите, друзья. Это все приходит по опыту. Вначале я тоже не смог зарабатывать такие деньги. Когда я начал таксовать, у меня в день вышло там только за аренду, за питание, за бензин. И все. В кармане ничего не осталось. Вначале. Потихоньку, потихоньку я набирал опыт. Начал работать. Изучал город. И вот заработки стали лучше. Заработки стали лучше, друзья. Поэтому я никому не говорю, что вот выходите, таксуйте и так далее. Вы где работаете пока что? Работайте там. Вначале для человека, чтобы работать в такси, в первую очередь должен он изучать вождение. Как бы у него должны быть права. Все документы, чтобы были в порядке. Ну, у человека должен быть опыт использовать приложение. Кто-то может, кто-то нет. Просто давайте я вам скажу одного человека. Его зовут Акбар. Он род из Узбекистана, город Бухары. Просто он начал смотреть мои видеоролики. Приехал во Владивосток, не зная ничего. Но у него был опыт вождения. Он работал в Узбекистане в Яндекс.Такси. И он хотя бы приблизительно знал, как использовать приложение. И как бы ездить по правилам. Он не купил права. Он просто получил, сдавал экзамен и получил права. Вот знаете, он сейчас в данное время зарабатывает лучше, чем меня. Он сейчас зарабатывает лучше, чем меня. Он каждый мой видеоролик, каждый мой выпуск смотрит и говорит. Спасибо тебе, Миржалол. Я начал смотреть твои видеоролики. И начал изучать все нюансы, все лайфхаки. Я вам показываю, друзья, как есть. Я от себя ничего не добавляю. Если у меня так и получилось, у вас тоже получится. Просто всему свое время. Не надо торопиться. Вы, наверное, увидите какой-то видеоролик, кроме моих. Там у пацаны зарабатывали 10-15 тысяч рублей. И вы сразу начинаете искать машину в аренду. Нет, это неправильно, друзья. Тот человек к этому пришло не просто так. Вначале у него тоже были проблемы. Он тоже не смог зарабатывать такие деньги. А вы думаете, вот я смотрю видеоролик. Он зарабатывал 10 за 12 часов. Я тоже могу. Да, конечно, каждый человек может. Но надо набирать опыт. Потихоньку выходите в такси. Не надо торопиться, друзья. Я никого не призываю, чтобы... Давайте все выходите, работайте в такси. Да, в такси можно зарабатывать хорошие деньги. Но для этого надо трудиться. Надо пахать, надо работать. Вы где-то там работаете. Наверное, вы в этом сфере уже лучше. А в такси вы ничего не можете сделать. Кому как. Кто-то работает в такси хорошо. Кто-то работает на стройке. Он уже как бы хороший мастер. И он получает в месяц больше, чем меня. Бывают точно такие же случаи. Поэтому, когда вы смотрите мои видеоролики, не думайте, что вы тоже так же можете. Конечно, я не говорю, некоторые зарабатывают даже лучше меня. У некоторых даже больше опыта. Просто я все показываю, как есть, так и есть. Здесь нет никакого обмана. Бывают такие моменты, я не смог выйти, я не работал. Я все это скажу, я это вам показываю. Просто не рассчитайте чужие деньги. Вы лучше рассчитайте свои деньги. Просто у нас именно, вот про нас я говорю. Рассчитаем чужие деньги. Сколько он зарабатывал, сколько у него денег, на какой машине он катается, ну и так далее. Просто выходите, когда вы уже будете готовы на 100%. Хотя, вы знаете, город это первый. У вас есть опыт вождения, вы можете использовать приложение. И город хорошо знаете. В конце обязательно все документы, чтобы были в порядке. Чтобы, когда вас остановили, не было никаких проблем. Это лично мое мнение. Кому как, я не знаю. В пути были 11 минут. Завершаем поездку. 323 рубля. По мой району у нас там сколько? Еще где-то 6 или 7 минут осталось, если не ошибаюсь. Ну-ка, сколько? Что, закончилось уже? Оказывается, закончилось у меня мой район. Потихоньку передвигаемся в сторону центр. Если будет кэфы, будем откатать. Если нет, то подведем итоги. И за сегодня заканчиваем смену. Время уже 5. Без семи, 5 часов. Поэтому 10 часов мы были на линии. Вот припарковали машину. Узкий двор. И что? Ну, завершаем за 10 часов, как и вчера. Время 5.05. Мы уже возле Реми-Сити. Сейчас зайдем, покупаем продукты. Ровно в 7 часов примерно мы начали сегодняшнюю смену. Прошло 10 часов. 9 часов мы были на линии. 10 часов, так и можно сказать, на работе. За это время, сколько мы зарабатывали на 2 таксопарка? За это время мы зарабатывали 7500 рублей. Примерно за час выходит 800-850 рублей. За сегодня у нас вот такие результаты. Еще раз всех вас поздравляю с Днем России, прошедшим уже праздником. Что хочу сказать? Завтра у меня есть некоторые дела, поэтому завтра я должен просыпаться пораньше. И доделать, не знаю, во сколько выхожу. Стараюсь, чтобы выйти где-то в 18 или 19.00 на смену. Всем большое спасибо, друзья, за то, что посмотрели эти видеоролики до конца. Берегите себя и своих близких. Это очень важно. С вами был Мерзялол Касимов. До скорой встречи. Пока, ребята.